Как тебе стрим со Световым? Вообще 10 из 10. Очень понравилось. На самом деле, хорошо, что не было жесткого регламента какого-то. Потому что если бы это были дебаты, допустим, у кого-то на чьей-то третьей площадке, то там был бы жесткий регламент. Вот это говорить можно, это нельзя, нельзя перебивать, нельзя это, нельзя то, нельзя смеяться над интеллектуальными способностями оппонента и так далее. То есть постоянно тебе выставляют какие-то ограничения. А здесь в формате живого диалога очень хорошо посидели. Ну вообще я, кстати, поражаюсь стойкости Светова, потому что он 6 часов стойко отвечал на все вопросы, которые с донатами люди отправляли, причем включая вопросы совсем какие-то тупые. Я все зачитывал абсолютно, он на все ответил. Молодец, поражаюсь, поражаюсь стойкости. Вот, 6-часовой стрим, где постоянно надо что-то говорить, не каждый, не каждый высидит. Да, на мой взгляд, тоже отлично, стрим прошел. Содержательно. Да, то есть я построил таким образом, что сначала я какие-то вопросы задавал, ну и соответственно мы там что-то общались, дискутировали. А потом, поскольку я увидел, что там дохера сообщения с донатами, я начал просто вопросы задавать. Ну, собственно, так мы до конца и делали, пока вопросы не кончились. Нормально, толково. Да, в целом, очень-очень содержательно. Так. Я не знаю, как свет, мне очень зашло. Единственное, обидно, конечно, что закрыли вот эту его новую искренность, потому что я хотел посетить. Я посмотрел фотографии в интернете, вот, пользуясь, когда он рассказал, в общем-то, об этом. Потому что я даже на самом деле был не в курсе этого заведения, я от него узнал. Вот, я посмотрел в интернете, какой был интерьер, я такой, типа, хм, интересно, то есть так достаточно. Ну, то есть это не полностью лаунж стилистика, да, не то, что я люблю, где приглушенный свет, такие большие, какие-то мягкие вот эти вот диванчики, где-то там полежать можно было. Нет, это, конечно, не тот формат, но в целом достаточно так любопытно. Да, я тоже думал, как мне приехать посетить. Ну, вот, по всей видимости, да, не получится, потому что мы там все закрыли. Единственное, там про эти были портреты какой-то Айн Рэнд во всю стену, там еще что-то. Да, пусть будет какой-то. Не, ну, с другой стороны, это авторское видение. Хоть Виктор Арестов, какая нахуй рая. Не, Виктор Арестов намного лучше был, почему. Ну, кстати, да, да, есть такое. Может быть, знаешь, когда-нибудь мы откроем свое заведение. Да, да. И там будет статуя. А, там будет фонтан. И это вот, это сейчас не шутка и не троллинг. Виктор Арестов более компетентный философ, чем Маймер. Это да. Нет, короче, будет фонтан. Фонтанная композиция, то есть лежит Виктор Арест. И сверху, да, Равензельберман, он, значит... Это вот токсичность, убер-маргинала. Это как бы, ну, вот как писающий мальчик есть, а здесь будет писающий и Равензельберман. Препринимающий, да. Да, ну, охуенно. Не, ну, слушай, если у либертарианцев есть свои тематические заведения какие-то, мы откроем заведение, назовем его, не знаю, там, Конфа. И помнишь, я выдумывал эти рецепты коктейлей, где каждый коктейль должен ассоциироваться с каким-то персонажем конференции? А вроде да было что-то такое, да. Да, да, там в составе коктейля Арестов там было, значит, блю Курасао и апельсиновый сок. Я вот думаю, что как бы фонтан можно еще блюющий мальчик тоже сделать. Ну, этот рядом будет, этот другой фонтан уже. Да, да. Уважаемые ежи, вчера вы много часов фестовались со Световым. Да, мы друг друга, короче, на Бродершафт, на Бродершафт, у меня дислексия. Я не выдержал и уснул. Чем закончилось? Светов тупой? Нет, Светов не тупой, не иронично. Чем закончилось? Ну, слушай, запись есть на канале, там уже почти 40 тысяч просмотров. Послушай, там много-много интересного. Да. Да, оба участника. Заебись выступили. То есть, я полностью не слушал, я уснул. Но там, в принципе, заебись. Но там, на самом деле, интересная только та часть, где мы до, скажем так, до ответов на вопросы донатеров, и немножко после, там, где мы спорим про свободу, там, про всякие такие вещи. А дальше там просто идет уже вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, и вопросы с донатами, они не самые были интеллектуальные. Хотя были интересные вопросы. Пишут, Светов решил каждый день стримить. Да, мне, кстати, надо ему контакты одного человека. Жмель, да. Я постоянно, да, 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 обязательно. Я постоянно забываю. Я тебе напомнил. Да, спасибо, спасибо. Анкопистан на практике не реализуем, потому что... Чувак, мне кажется, ты ошибся с стримом. Ты, как сказать, опоздал сильно с этим сообщением. Анкопистан на практике не реализуем, потому что обязательно образуется радигальная община, наподобие запрещенной в России организации, которая может просто тупо задавить все соседние общины. И легализация оружия здесь не поможет. За подобными группами должно жестко следить исключительно государство. Ну, смотри. Во-первых, Светов, он не говорил, что... Точнее, наоборот. Он сказал, что Анкоп в чистом виде невозможен. Да, это первое. Второе. Он сказал, что даже после захвата власти ЛПР в России они не планируют полностью государство уничтожить. Да, потому что у них есть... Как бы... Ну, в принципе, как и у любых других политических фанатиков, у них есть пропасть между идеологией и политическими практиками. Да, или языком Светова между компасом и ландшафтом. А по поводу того, что образуется вот такая агрессивная община, которая всех там завоюет, с точки зрения их теории, насколько я это понимаю, по пересказам тех либертанцев, с которыми я общался, все остальные общины, они должны будут объединиться против вот этой вот агрессивной силы, которая всех будет, значит, нагибать. Потому что им это невыгодно. Но, с другой стороны, как показывает историческая практика, когда какие-нибудь там монголы пришли на Русь, то князья, они вот что-то как-то не объединились, а они наоборот действовали согласно принципу, как бы умри ты сегодня, а я завтра. То есть, когда у соседа горит дом, тебе тепло. Вот. Поэтому на практике, как оно будет, да никак оно не будет на практике, потому что анкапа в чистом виде, даже с точки зрения некоторых самих анкапов, его никогда не будет. Поэтому, в принципе, рассуждать об этом смысла не имеет. Да, вот у меня в чате написали, ебать, у Сармата аудитория тупая, давайте еще в сотый раз обсудим, почему коммунизм. Солнышко, добрый вечер, Ежи. Только что задал вопрос Светову на стриме, понимает ли он, почему люди иронизируют над либертарианством. Как вчера, например. Он сказал, что люди не различают теоретическую и практическую политику. Но если над вашей политикой прикалываются, может заниматься менее смешной политикой. Ну, типа того, да, как один из вариантов. Ну, вообще, учитывая, как люди просвещены относительно разных идеологий, я боюсь, что им очень долго придется отвечать на вопросы постоянные. Как будут работать суды, там, я не знаю, как сделать так, чтобы какая-нибудь община не стала слишком охуенной, чтобы всех не завоевала. В чем разница между, там, агрессивным насилием и неагрессивным насилием, и так далее, и так далее. И желательно, чтобы ответы на эти вопросы, они были понятны тем, кто эти вопросы задает. Вот. Особенно, если вы занимаетесь широкой агитацией политической, вам эти вопросы задают обычные люди с улицы. Вот, как-то так. Да. Ну, на самом деле, хочу сказать, если вы хотите не смешную политику, то вам в единую Россию надо, на самом деле. Нет, там очень, наоборот, смешная политика. Нет, нет, по-моему, нет. Это, наверное, какая-то хуйня, то этот Шпигель, короче, которого сейчас там куда-то чего-то там потом выяснилось, что он за педофилию сидел еще в совке. Ой, там вот так все празднично. Я хочу сказать, что любая политическая идеология, точнее, любой человек, который придерживается, серьезно придерживается какой-то политической идеологии, он, блядь, смешной, так или иначе. Для кого-то, кто не придерживается этой идеологии. То есть это вообще всегда так. Ну, если она не очень страшная, скажем так. Тогда это уже не смешно, нихуя. Это смотря, тут все относительно.